итак сказать рэбэ а шо вы нам скажете так и да еще сказать да у нас начало мы говорим рожка дыш им это начало месяца а фактически последний месяц лета и когда начинается последний месяц лета у многих людей начинается паника и если приближается учебный год сразу понятно что нужно ожидать фактическую школу начинает идти все люди которые ходят к нам в общину сказать арабы что вы говорите в школу ходят дети конечно если смотреть на молодых мам которым надо вести детей в детский сад тут в детский сад ходят мамы они дети понятно да надо встать пойти и вот это приближение учебного года тянет нас на размышление как одеть что делать ученики сразу вспоминает свою парту где-то нацарапал и потом когда они придут на 1 сентября проверить оставил я ту жвачку под своей парта или нет сохранилась ли она или нет понимаете ученики готовиться уже пар там учебником думают кто как выглядит за три месяца как они вы выросли не выросли потемнели побелели где были что рассказать конечно же сегодня нам помогает интернет и мы можем все о всех знать как обо мне тоже но и также и бабушки готовятся к учебному году для бабушки очень важно шо внучек или внучка будет кушать чтобы когда она обязательно утром поела чтоб мозги работали если вы хотите это узнать правильно когда найти наши переводчики иногда затрудняются как бы переводить татьяна говорить ты сегодня завтракал это означает если не позавтракал покушай потому что как ты покушаешь мозги начинают работать так что бабушки добро пожаловать но в новый учебный год припасайтесь терпением бутербродами настойчивостью и в путь вместе с нами и вот этот термин приближение определенной точки ожидания которые вот тут мы ожидаем учебного года потолка потолкнула меня на рассуждение к новой теме и мои рассуждения которые хочу с вами поговорить и поделиться они растянутся на три недели сказать рада вышла будете все три недели на мозги вписывать конечно мелким почерком буду пытаться сделать почему для меня эта тема очень вдохновительно она вдохновляет меня я я хочу сказать что она меня очень вдохновлять потому что современной нашей реальности а реальность нас такова что многие из нас присутствующие здесь в зале особенно да я не буду говорить за других людей которых я не знаю я знаю наших людей которые мы встречаемся очень часто мы вас виде многих а было разных состояний вашего характера ваших эмоций и реальность такого что момент некий момент нашей жизни которые мы вообще находимся нас приходит идея или же например мысль о том что о боге которым мы думаем если таково есть мы начинаем задумываться над долгом вот следуя за ним на долгом времени а вообще он доступен или нет кто из вас попал такую ситуацию вы давно верующий же по жизни да и вдруг как в каком-то этапе вашей жизни выйдут тормозите и говорите боже мой я вообще как бы так как-то так в прострации а до тебя достучаться возможно где-то там помню эту песню и там наверху и кто там да там это хорошая песня алый павлачева некий чувства которые а боги у нас остаются это в том чтобы вообще в ситуации которые я нахожусь где бог куда-то полетел может быть в космос недоступный космос куда там еще да мы даже не могли так да да деток а можно как бы каким-то обран тебя вернуть в наше бытие вот в нашу комнату в наши в нашу многосемейку или там в нашу кому ну может тебя немножко в нашу реаль да и вот мысль о том что происходит доступен ли ты или нет некие чувства которые мы переживаем и об этом хочу поговорить поэтому многие из нас по разным причинам приходят общину и многие приходят с чувством что они как бы думает о боги но сомневаются услышит меня он или не услышит может он где-то с гуманоидами другими улетел куда-то и ему все равно что мы делаем здесь есть некая группа людей которые вообще как бы верят вообще что бог доступен есть которые говорят о рыбе вы еще не знаете он настолько близко что вы даже щели переживали это все я хочу сказать вам я я я согласен вы вы понимаете что он очень близко но если посмотреть на нашу жизнь вот прямо так вот реальность когда вы утром встаете шо у вас первое в голове боже мой новый день что будет можно сказать это молитва можно сказать нормально это море тоже помолился о боже мой а сколько нужно бог вообще молиться три минуты пять минут десять день два ну понятно что еще нет мысленно на языке моем до кабинет еще словно языке моем как он уже все совершенно совершенно знает но мы научились мастерские из-за того что раз опыт уже верующих людей очень давно мы все знаем из библии и мы получили нивелируем наши жизненных ежедневных обстоятельств так так классно что наших заботах мы понимаем что мы всегда его он сюда с нами где-то по мы пошли что мы забываем нашим в нашей суете вообще попросить его чтобы он посол поучаствовал ваших проблемах мы на включили свой навигатор там куда пойти что сделать так далее как и забываем сказать господи ты мне нужен в этих обстоятельствах даже в том что хорошо или плохо ты мне нужен и вот на самом деле я по этой причине по хочу несколько недель в следующих ус уделить слово такое как молитва кто понимает что такое как раньше говорили что такое молитва это разговор человека с богом а если наоборот бог говорит с нами тогда люди называют это медицинским термином шизофрении да давайте мы поговорим не о том что кто говорит нам а мы говорим богу мы начну и молиться эта молитва становится нашим помощником я хочу пригласить вас в этот удивительный мир который называется общение моя цель заключается в в следующем кто никогда не молился есть такие люди которые недавно пришли к богу они в возрасте они никогда не молились они не знают что такое вообще общаться с богом они приняли это сущность что бог есть но нет никогда не еще не обращались нему и моя цель чтобы через эти несколько уроков которые я буду преподавать они смогли открыть себе чудесный мир катализатор который позволит им общаться просто с богом без бумажки молитвенника и тому подобное тому подобное вы знаете что есть много таких чувств молитвенников на всякий на всякий случай возьмите сейчас в ваш приложение есть православные есть иудейские есть на все случаи жизни молитвы да и вот эти молитвенники люди читают не подозревают о том что есть личные отношения с богом личный разговор с богом который называется молитва для остальных цель моего моего обучения или же сказать моей проповеди будет заключаться в том чтобы зажечь фитиль который каким-то образом стал тлеть вместо того чтобы гореть вашей жизни пришел момент вы тлеете и потому что где-то когда-то на каком-то отрезке вашей жизни по разным причинам вы приостановились простой детской молитве и обращение к богу вы стали очень такими важными вы стали понимающие все боги это детская простая молитва к богу она куда-то затерялась эти простые отношения с богом затеряны попробуй сделать это через три истории ты истории которые написаны в библии люди три человека которые мы будем рассматривать и первая история связана с исходом слаги из легендарным маша котором говорил в валентин маша или моисей есть много примеров его молитвенной жизни и общение с богом но хотелось посмотреть на одну из ситуаций которая произошла после исхода после перехода через красное море через переживание жажды голода и вообще а житейских событий они пришли в одно место через все эти трудности пережили и вдруг на пути в обетованную землю их встречает враг который решил как всегда их уничтожить ну кто виноват во всех бедах евреи до бей спасай страну евреи пришли и амалитяне они решили немножко так хитро их развести побить и вот первое это нападение как в обетованную землю становится именно той . которая хочу поговорить о молитве сказать давайте побыстрее тихонько мы рассмотрим реакцию маша которая напрямую связана с молитвой подход и решение непростой ситуации откройте вместе со мной это исход 17 глава с с 8 по 16 стих но мы почитаем первые два и пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в рефидиме маша или моисей сказал иисусу на вину набери нам мужей сильных и пойди сразись амаликитянами завтра я стану на вершине холма и железу божий будет в руке моей нормально мы читаем это так очень нелегко мы конечно же нам интересная история но представьте себе эту же историю в ключе одесса одесской молдаванки давайте мы так немножко вам как картинку такой можно приходит киосе то есть иисусу на вину и вашу бенун да мы его называем по-еврейски и хоть и оси завтра ты пойдешь соберешь нам людей мы пойдем против другого района потому что они нам угрожают и оси отвечает маша я с удовольствием это сделаю а тебе где место оставить впереди первой шеренги или в середине всей армии ой и оси на горе оставить мне место я туда пойду за вами наблюдать буду реакция понимать я хочу чтобы понимали ой что ты что бог сказал нет бог ничего не говорил там просто немного потренируясь посохом если ему говорит не понял чуть-чуть уже за посох а нет чтобы с народом в бой пойти вот и не бойся йося я просто способом постою пока ты там с местами разбираться будешь подписать себе такую историю можно нет логика очень проста пойди собери людей для нас а я с вами не пойду я пойду на гору что ты там будешь делать с посохом тренироваться и сделал написано 10 стих и сделал иисус как сказал его моисей и пошел сразился с малика тянами а моисей арон и аор зашли на вершину холма ладно когда моисей поднимал руки свои одолевал израиль когда опускал руки свои одолевал амалек но руки моисей отяжелели тогда взяли камень и подложили под него и он сел на нем арон же и ор поддержали руки его один с одной другие с одной а другой с другой стороны и были руки его подняты до захода до захода солнца как долго и возложил из и и не сложил иисус амалика и народ его острием меча хорошая история возможно для нас это обычная история побед машина и у меня закрались несколько вопросов каким образом они побеждали есть у нас добровольцы мне нужен какой-то парень молодой парень что по которой у нас добрование ну давай давай ваня иди сюда ты я ведь это как раз раз как как дернулся понял что ты их у нас иди сюда я хочу чтобы вот вот у нас будут пример кто я хочу сказать те кто уже моего возраста либо чуть старше как кто из вас провинившись дома и мама вам с вас ставила в угол а потом давала вам тяжелую книжку прошивание вы есть выучили какие-то уроки поддержать над головой кому делали и только моя мама так делала она меня не била на позже вы стань в угол подержи книжку чтобы ты научился я думал как она мы хотим знание от рук пойдут мне в голову я не знал но я понимал одну вещь у меня есть посох ваня руки вверх держи только держи все он будет смотри на люди я буду читать хорошо каким образом они понимали кто побеждает а кто не побеждает знаете мне это стало интересно мы же держал посох в руках а руки вверх сколько времени нужно было чтобы руки не не опускались он посмотрим сейчас не ну и хочу чтобы понимали одну вот это касается молитвы это касается молитвы кроме молитвы знаете мой муж как бы пошел туда помолиться но вопрос следующий на тебе бы я задал ты в туалет не хочешь случайно у нас же у нас же как дети начинаются если собрание но за постоять из помолиться до сразу такой что такое в туалет хочу или нет когда наши дети подрастали такое подростка бывает иди пошел пошла вставить чтобы уже покакал до войди высоко это такое ты стоишь хорошо удобно хорошо она легкая молодец и как долго вопрос вот идет молитва молитва идет да и арон стоит это и побеждает борьба идет нормально нормально как узнать этим все нормально у меня как бы диалог такой наверно ора и арона наверно там бы как пошли подел смотрят но не чудо дерутся дерутся позади победа же идет нормально вопрос маша если тебе так сильно уже приспичило пока мы побеждаем ты можешь мигом в кусты и обратно на ход и понаро хорошо ну да в туалет может хочется правильно мы пока побеждаем это сам быстренько в кусты и вдруг ой ой ты это видел если маша как бы так что-то сделал стоп маша а ну повтори другими словами пока он держал руки ему говорят ты не хочешь туалет пока мы побеждаем хорошо раз ой ох ты видел что я видел а ну может я повторил раз вверх побеждаем опусти раз проигрываем побеждаем проигрываем маша если ты сильно устал то поторопись сядь на камень мы должны на хотя бы побыстрее выдержать эту победу что пока тебе не захотелось нужно победить месяц в туалет быстро сядь хорошо я утрирую конечно вопрос здесь очень серьезный пока наши руки стоят верху итог у нас есть победа как только наши руки опускаются идет поражение еще раз услышите здесь очень легкая математика маша пока держал руки вверх хэнде хох раз побеждаем только опускает все мы мы уже поражены что еще интересно в этой истории что еще маша такого очень удивительного делал ты стой 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 ну война же идет ты же понимаешь я я понимаю что ты в прямом эфире поставь сколько девушек тебя смотрит скажет стойкий парень надо же замуж на него следующий раз выйдешь до выйдешь какая еще история интересного в этом в этой из как бы интересные выводы этот человек может как валик уже говорил да он был заикой а это значит что сильно на публике он не мог молиться представляете его молитвы какие были бы перед всеми собрали собрание и он да 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 папа 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 прославим бога там были бы долгие молитвы начиная было бы нормально все бы уснули я не знаю как и какие были молитвы но и суть не в не в этом в этом примере написано что он пошел туда к богу поднимая руки сказано ли что он что-то говорил в этом треке сказано ли что он что-то говорил но надо как только он поднимать так и бы все равно было что-то какое-то заявление в небеса обращение к богу где имел имел ответ на молитву поднимая руки была победа опуская происходило поражение молитва без слов мы говорим это не гунда сердце песня сердца к богу через действие которое про и будет явным это положение пред богом вот то что сейчас ваня делает это некое положение пред всевышним поднимая к нему свою свои руки это тяжело уже нет хорошо нет слов но есть положение есть некая позиция пред богом не стандартное молитвенное общение картина приближения к богу которому хотелось бы отдать все свое сердце и это позиция руки вверх начинающий ходить ребенок мы только начинающий ходить ребенок не может много надеяться на себя он он все равно за что хватается но как только он смог подойти к своим родителям не говоря своим кому что-то он млямли дабы иногда не понимаем наших детей которые только начинают ходить когда только поднимает руки что это значит что мама папа не понимает это мы как бы так что надо типа мамы что означает когда ребенок который только-только научился или учиться ходить под поднимаю к тебе руки возьми меня когда ребенок поднимает руки как родители мы четко без слов понимаем что они хотят так ребенок знает что мы сильнее что мы является безопасностью что народ на наших руках можно увидеть больше понять лучше чувствовать себя в безопасности только в наших руках поэтому когда он не поднимает руки мы не понимаем что он хочет будьте как дети иначе не войдете в царство божие какие простые и истины это есть зависимость от бога который мы понимаем что он наша безопасность защита и наше убежище если он не а если ребенок не поднимает на и руки к нам то вообще мы не знаем что ему надо во все последующие истории ходатайства становится через всю библию примеров к поднятии рук к богу мы видим это в книге плач и ремии плач и ремии это вообще молитвенная книга если хотите научиться читайте плач и ремии там вопль богу о спасении но смотрите плач и ремии 3 глава 41 стих говорит вознесите сердце ваше и руки к богу сущему на небесах ответить мере вот дайте мне ответ как свое сердце возвысить как свое сердце возвысить давайте разберемся с чувствами чувство любви где мы переживаем ну кого-то в других местах но мне как бы тут да обида где что-то вот здесь она мутит да вот что-то меня мутит недоверие или радость но чувство вот здесь как некое сердечное состояние сердце является центром наших переживаний чувств и производит действие другими словами поднятие рук самих не не является как бы ну уже просьбой как бы услышьте меня состояние сердца позволяет нам вы чтобы наша плоть реагировала на то что мы хотим правда и вот здесь вот какой этот механизм сердце является механизм проявления наших стремлений и наших переживаний наших чувств не имеем 86 и благословен благословил эзра господа бога великого и весь народ отвечал аминь аминь поднимая вверх свои руки поклоняясь и повергаясь перед господом лицем на землю другими словами от благодарности нормально не нету . бы мы же воюем правда как долг это момент как долго молиться хорошо сколько ты стоишь 15 минут да поэтому маша поднимая руки свои вверх выражал глубокое переживание своего сердца тревогу о будущем куда вел их вас господь переживание его внутреннего мира который был в небезопасности он говорил простые слова свои поднятия своих рук ты бог сильнее чем мой враг ты бог великий тебе поклониться вся земля поэтому сердце стремится к высотам к тебе поднимаю какие что руки или с мои глаза от горам откуда приходит моя помощь а помощь моя от господа творишь его небо и землю маша знал откуда ждать помощь если ты спросишь то тебе маша сказал бы только у бога есть спасение он смажет знал что ему не откажут он конкретно знал далее ешуа предлагает его последователям тот же вариант дерзновенный вариант моисея что вы понимали моисей знал что он получит он знал куда он идет и он знал что нужно делать он знал ответ на молитву и вот следующее луки 11 главе от стих я скажу вам просите и дано будет вам ищите и найдете стучите и отворят вам иисус ищуа поведет именно ту линию от неотступности который имел моисей и он говорит посмотрите стучите и отворят просите и дано будет вам далее уже после последователей шуа верующих апостолов они указывают на следующие правила молитвы 1 тимофея 28 и так желая чтобы всяк на всяком месте произносили молитвы мужья воздевая чистые руки без гнева и сомнений воздевая это как давайте помолимся мы про вас провозгласим милость божью к аллилуйя написано чтобы они поднимали свои руки интересно кто же это сделал первый мужа он знал что помощь приходит даже к ты без слов еще нету слов но твое сердце знает куда тянуться откуда получать помощь наша с вами проблема не в том что просить или стучаться мы сильно много просим и стучимся мы просим сердцем если не получается моментально ответа а мы привыкли на моментальный ответ побыстрее мы опускаем чаще всего руки ну не получилось не получил ответ но пошли дальше наша вообще проблема в постоянности мы не способны как ваня уже 20 минут стоять в молитве руки вверх а мы своей повседневности пришли к философскому мышлению я может я не прав но чаще всего что мы уже сильно много знаем писания может так найти на короткой ноге с богом что мы пришли к состоянию чем молиться и зачем молиться если наш бог все знает все видит весь и сущ и он сказал я не покину тебя и не оставлю все зачем теперь молиться она мне надо он сказал пускай выполняет а поэтому у нас нету дерзновение дерзновение вообще понимать что происходит ишуа не берет в правила философские рассуждения молитвы он просит говорит чтобы мы молились всегда и не унывали молиться всегда и не унывать почему потому что мы рискуем не молясь поставить вообще надежду на бога он не пони не 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 просил чтобы катите молитесь хотела постоянно молитесь потому что мы склонны вообще всегда найти вот тому чтобы расслабиться и не просить если мы забили забили себе голову всяким мышц выражениями например зачем молиться если бог все знает тогда у нас и руки опускаются мы становимся такими инертными повседневными не желающие ничего делать тогда наша и жизнь становится абсолютно другой мы становимся так сказали светскими религиозниками кого может быть или нет светский или свет свет светский верующий может быть такое понятие может быть но я не встречал пока смотрите что ишуа говорит он суммирует вот это послание он суммирует уголь о молитве да он говорит чтобы мы молились он делает суммирует это выражением луки 11 глава 11 стих какой из вас отец когда сын попросит у него хлеба подаст ему камень или когда попросит рыбы подаст ему змею вместо рыбы матфея 7 11 итак если вы будучи злые как люди умеете даять благ даяние благие давать детям вашим тем более отец вас небесный даст благо кого что делающий просящий у него вопрос как просить как просить наша вера в бога услышите фразу можете записать наша вера бога формирует нашу молитву или отсутствие таковой наша вера в бога в его могущество его силу всесилия до формирует нашу молитву или же отсутствие таковой что я имею ввиду повторюсь наличие или отсутствие молитвы указывает нам верим ли в бога или нет если мы верим тогда наша молитва именно идет дерзновение мы простираемся туда откуда приходит наша помощь молитва вообще начинается с восхищение о боге помните что сделала мирем взяла тамбурин и стала говорить кто подобен богу нашим вера именно молитва начинается с того провозглашение кто есть бог что что он сделал нашей жизни насколько величественный могущий это великолепие его и если наша молитва не начинается с этого мы большой проблемы послание к евреям 416 посему да приступаем дерзновением престолу благодати что получить милость и обрести благодать для благовременной помощи интересный момент послание кому и что там говорится я вам сделал его на такой еврейский лад когда мы знаем кто мы в мессии то то что это что он сделал для нас и дал нам нам новое имя потому что написано что он установил нас он дал нам новое имя наши имена записаны книгу вечной жизни мы приближаемся слова приближается на еврите гиша вот это приближение к престолу благодати тот благо даяние мы приближаемся другими словами у слова там есть дерзновением это на русском что такое дерзновение вот хочу а по нормальному еврейскому языку это наглость хуцпа мы достигаем такой хуцпы что мы иногда вот как помните эти очереди в советском союзе были за колбасой да один мальчик держал деле очередь пятью бабушкам да вот такой и у них такая хуцпа была они впереди всей очереди становились все возмущались они говорили что вы возмущаетесь у меня забило здесь место кто такой вот этот мальчик он тоже троих пропустил все бабушки это сколько бабушек можно быть много мы когда мы понимаем кто мы мы приходим к богу с этим хуцпой с наглостью не просить просто а перед престолом получить рахим слова милость и нисхождение приобрести благословение браха там слова и на благословение мы должны приступить с дерзновением то есть с хуцпой что получить благословение до доброй помощи помощь бывает еще не добрая правда или добра ности помощи же добра молитва рождается глубине нашей нужды и уверенности в божьем характере кто он есть и почему мы так молимся молитва рождается в глубине наших нужд и уверенности в боге кто он есть поэтому если мы не молимся происходит обратное нормально тебе нужен тебе же стульчик камышек может присесть на всякий случай да вот сейчас присядь немножко нет не хочешь хорошо не можешь война друзья война поэтому происходит обратное состояние который уже говорю когда мы не молимся происходит недоверие богу надежда только на свои силы на свой успех мы не просим так как хотим чтобы получилось потому что мы устали однажды мы с татьяна решили посмотреть на то что наши дети тренировались они у них был велосипед биомиксы дайте таким она маленькими колесами кто-то помнит это это можно было и до сих пор в нашем дети или подростки катаются на улице делал какие-то всякие трюки и наши диска лишь вот там на склонах возле самого там до трассы здоровья мы там будем кататься с ребятами будем там прыгать и так далее мы решили да пойдем посмотрим на тренировали наши дети мы смотрели и в смотрим одну такую картину наш сын старший не буду нажать по именам он понял что мы говорим о нем разгоняется прыгает на этом велосипеде и неправильно приземляется а мы такие все 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 хорошо все все нормально 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 не надо трогать все нормально у меня все хорошо 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 я думаю как родить вот вот мама у меня сердце рома вы понимаете там следующий был такой у тебя может быть детей не быть понятно да так вы а он кричит на обратную сторону все нормально у меня все хорошо у меня нет проблем до вечера мы как разница поговорили потом через время слава богу он перестал кататься на велосипеде все в порядке все нормально все хорошо мне помощь не нужно встречали вот таких людей которые уже давно верующие ты понимаешь его жизни столько накопилось как затем молиться у меня все нормально все хорошо чуть и паришься у меня все будет хорошо как родителям нам хотелось помочь своему сыну но он стеснялся попросить нас сказать где ему болит потому что хотел показаться перед всеми остальными героями сильным крепким не сломимым как же нам верующим сказать о своей боли которая у нас происходит в жизни мы же герои веры мы же облекли все оружие божье наступать на всякую вражу силу мы столько же знаем у меня все хорошо не трогайте меня молитва все нормально ты на волосы виде катаешься мы настолько утратили нужду в любви божьей что мы признаться не хотим своих обстоятельствах мы говорим все нормально все будет хорошо при этом слава богу что еще не так хуже я не знаю какая причина у вас не общаться с богом но по причине сильного стресса в нашем быту на нашей работе мы не замечаем нашего натянутых отношений с нашими семьями нашими друзьями с которым мы долго в отношениях это становится настолько тяжеленным бременем что мы не понимаем куда мы уже вошли все что остается сказать всем я в порядке просто не трогайте меня я вам скажу так насколько вы посещаете молитвенное собрание насколько говорится вы говорите не трогайте меня у меня все хорошо возможно вы сегодня тут состояние опущенных рук потому что когда-то вы были с подниметыми руками искренность не помогать хочешь помочь ему но ты можешь стать рядышком как о как ор вот так вот а еще один есть не самое главное не 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 ты ему руки поддерживай ты же понимаешь схватите за его посох оно может еще дать хорошенько возможно у вас и были состояние где вы доверяли богу с и поднимали к нему свои руки возможно ваши молитвы не отвечены были ваши близкие умерли вы не получили исцеление вы не получили то что хотели потеряли финансы и очень огорчились что дни бы не получили ответа на самом деле у меня нет для вас рецепта у меня нет ответа почему не получили то что вы имели почему вы опустили руки у меня нету но это опыт положи положен пола может положил вам сомнения чтобы вообще есть или нету отвечает или нет кому-то отвечает но мне обошел меня обошел мимо а может бог поднимает поднимает вас того чтобы показать вам что-то другое я не знаю вы решили на всякий случай остаться частью общины номинальным верующим иногда приходить в общину или в церковь куда вы ходите не знаю но внутри себя вы разочарованы что бог все-таки не ответил на ваши просьбы у меня нет как я сказал формулы для успеха но есть пример людей которые получили ответ не предполагая о цене которая нужно было заплатить ответьте мне на несколько вопросов знали маша что на горе что на горе он получит ответ знал почему не знал сказал в виде я поведу способом я знал 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 ли маша что нужно просить или поить пройти путь на гору нужно было усилия знали что нужно идти на город это будет трудно подниматься знал и знал знали маша что только когда он ближе к богу то есть на горе он может видеть ход событий сражения узнал знали маша что он устанет держать свои руки вверх ваня к ты хотел взять ты думал что ты устанешь знали маша как долго нужно было модели молиться что получить ответ знал ли маша что ему нужна будет помощь молитве знали маша что ему нужен стул чтобы присесть всего этого он не знал он знал что получит ответ он знал что нужно преодолеть путь на гору откуда будет лучше видно все события он знал это но он не знал как долго нужно молиться как долго держать этот посох как быстро он устанет нужно ему стул и нужно ли ему помощники когда мы хотим увидеть результат молитва становится тайной мы знаем что мы получим ответ вопрос как долго как тяжело это будет и помните к пока мы держим руки вверх идет победа как только мы опускаем получается другое могу сказать продолжение истории с моим сыном до сегодняшнего дня его реакция на боль звучит приблизительно такой же как 15 лет назад когда ему больно даже кричит все хорошо не трогайте меня у меня все хорошо а где я по у меня все в порядке как и тогда так и сейчас мы позволяем ему сделать свой выбор пройти эту боль потому что тогда когда он был подростком покорчившись кричать что все в порядке у нас поднимался к нему подходила мама обнимала и говорила все будет хорошо наш сын не хотел сильно чтобы татьяна ехала к нему когда было ему очень больно она поехала я благодарен богу что она была там когда ему было больно потому что когда вам больно бог рядом и нужно было ехать обратно он со своим сыном повез ее в аэропорт прощаясь как 15 лет назад так и сейчас он обнял ее сильно как медвежонок говорит мама не уезжай ты мне нужна не уезжай ты мне нужна только когда мы хотим всем своим сердцем разобраться с болью кризисом нашего внутреннего человека тогда мы поднимаем наши руки к богу и говорим обними меня ответ мне на мои нужды и как бы долго меня бы не не нужно было держать руки мне нужен ты и риме 33 говорит воззови ко мне я отвечу тебе покажу тебе великое и доступное чего ты не знаешь что такое молитва для тех кто не знает как молиться сказать ему ты и нужен мне как дитя просто потянуть к нему руки не обязательно говорить но своим сердцем сказать я нуждаюсь в тебе не отпусти меня не отпускай меня он не хотел отпускать татьяну он плакал и говорил не уходи время зажечь свой светильник возможно угасший для многих вы разочарованы в молитве потому что опустили руки есть помощник у арона арон и ор у моисея тяжело вся жизнь с поднятыми руками вывод очень простой у руки вверху всегда будет победа руки вниз положим поражение вообще встань в наши ноги можешь опустить ну а 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 возможно посмотрите скажет поиздевался этот молодежь чтобы увидели ответ для своих разочарований возможно то мечта которого спала это желание получить от бога и исполнив если вы опустили свои руки я молюсь чтобы зажегся этот светильник обратно я молюсь чтобы у нас руки не опускались когда нам сложно когда нет ответа но все-таки стоять в молитве возможно просто присесть возможно просто не говорить много а ваше сердце это и есть обращение может это кому-то удивительно было но бог ищет сердце людей и действия какие-то на сердце где твоя сердце твое сокровище где в молитвы твое сердце где ты хочешь видеть победу где ты хочешь видеть там где получил помочь сегодня сам задавал но время поклонивали мне до песни чтобы и подняли свои руки к богу не просто супер хорошая веселая песня потому что ваше сердце простирается рядом которого есть победа которого из ответ которого есть отцовское сердце чтобы вас обнять и сказать папа рядом больно папа рядом скажу так легко начать ваше сердце ваш и бог слышит и бог слышит удивительно спасибо 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 Если вы никогда не принимали Иисуса Личный Спасителя Которого Бог послал на землю за искуплением моего греха и твоего души И пережить отношения с Богом, опять же, легко сделать Поднимая к Нему свою руку, ты говоришь, Боже, я сдаюсь Больше не я живу, но живет во мне Мессия А что живу во плоти, то это временно Еще спасибо тебе за Голгофский крест За надежду в вечности И ты действительно никогда нас не покинешь и не останешь Ты будешь там, где я стучу Ты будешь там, где я буду просить Ты будешь там, где я буду взывать Ты тот, кто слышит, кто-то помогает Твое ухо не оттяжелело, чтобы услышать мои просьбы Твоя рука не оттяжелела, чтобы поднимать меня из тех тяжелых обстоятельств На тебя надеюсь, и к тебе прибегаю На тебе, Господь твое, мое упование Ты святой, спасибо Каждый год мы говорим о целях последующего года И этот год для общины Орхамашиах, Бетель Двух общин, которые в сотрудничестве не являются исключением Для нас следующий год это послание к евреям 11 глава, первый стих Этот стих все знают, где говорится о надежде Где говорится о вере Я хочу зачитать вам его Вера же есть осуществление ожидаемого И уверенность в невидимом Ожидание Как долго, когда это придет Мы не знаем Но мы уверены в том, что это придет И мы говорим о том, что еще невидимое Станет явным здесь на земле И наши ожидания в нашей вере Они будут приводить к большим переменам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!